Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святых мученика Бонифатия и праведной Аглаиды. Едва только теплившимся в них чувством веры в Бога, Воспламенены были до высоты покаяния, Которым из омута нечистых страстей земных Возведены были до высоты небесной. Воспоминаемые сегодня церковью святые мученик Бонифатий И достигшие праведности Аглаида. О жизни их в мире известно, Что хотя и были они, Аглаида, богатая и знатная римлянка, И раб ее Бонифатий по происхождению христианами, Но жили не по-христиански, А в пустых и порочных развлечениях Расточали драгоценное время И душевные силы, И богатые средства, Которыми обладала Аглаида. Живя во времена преследования христиан В конце третьего столетия И слыша об их изумительных мученических подвигах, Аглаида, однако же, Неравнодушно относилась к рассказам о них И стала задумываться, Вникая порою в собственную жизнь, Так далеко отстоящую, Такую недостойную В сравнении с дивными образцами, В лице единоверных своих. Слыша также о чудесах, Проявляемых мучениками и за гробом, Она пожелала и сама Прибегнуть под защиту И спасительное покровительство их. И пришло ей на мысль Иметь в собственном доме Святые мощи страдальцев За веру Христову. «Если я получу желаемое, Говорила Аглаида, То выстроит церковь во имя святого Над мощами его, И будет он мне ходатаем И молитвенником Перед Богом». И вот призвала она к себе Любимого раба своего Бонифатия И, сообщив ему свое желание, Послала его на восток, Где происходило тогда гонение на христиан, Снабдив его значительную суммую Для приобретения мощей, Которые можно было покупать У язычников, Пользовавшихся тем, Что дорого ценили христиане, Останки своих мучеников. Получив золото, Приготовив ароматы и покровы, И собравшись в путь В сопровождении множества слуг, Бонифатий, Прощаясь госпожою своею, Сказал ей, смеясь, «А что, если не удастся мне Приобрести мощей Никакого мученика, И вместо них привезут тебе Мое тело, Замученное за Христа? Примешь ли ты его с честью?» «Не до смеха И не до шуток теперь», Возразила Аглаида, «А с благоговением следует приступить К такому святому делу?» Следует тебе строго воздерживаться От всякого бесчиния и глумления, Ведь ты знаешь, Кому ты собираешься послужить, Мощам святых, Которым не только прикасаться, Но на которые и смотреть Мы недостойны. Иди же с миром, И Господь, Не помня грехов наших, Пошлет тебе святого ангела, Который направит путь твой И поможет тебе Возвратиться благополучно. Отправился в путь Бонифатий, А последние слова, Сказанные ему его госпожою, Стали наводить его На спасительное размышление. Стал он вдумываться, На какое святое дело идет, И как приступить к нему Со скверненными грехом руками. И вот раскаяние Возбудилось в сердце его. Он наложил на себя пост, Не ел мяса, не пил вина, Часто и усердно Взывал молитвенно к Богу, И сокрушением О своей греховной жизни И спасительным страхом Божиим, Все более и более Преисполнялась его душа. В таком Благодатном настроении духа Прибыл Бонифатий В город Киликийский, Здесь застал он гонение христиан В полном разгаре. Ежедневно Множество христиан Привлекалось к суду, И затем предавались они Страшным пыткам и казням. Остановясь в гостинице И предоставив сопровождавшим его отдохнуть, Бонифатий сам поспешил на площадь, Где проездом он заметил, Что собирался народ. Действительно, Тут он увидел теперь многочисленную толпу, Созерцающую совершавшееся мучительство Над христианами. И каких только ужасов Он тут не увидал. Ему представились Все виды мук, Изобретенных изощренную Человеческою злобою. Между тем, Жертвы этой злобы, Исповедники Христа, Поражали его Своим невозмутимым спокойствием, Своим изумительным терпением. Лица иных Как бы сияли Какую-то невыразимую неземною Радостью. Какое-то Неизведанное волнение И восторг Охватили его самого. Велик Бог Христианский, Помогающий Рабам Своим И укрепляющий Их В таких муках. Воскликнул Внезапно Бонифатий В порыве Благоговения И припал К ногам Мучеников И целовал Их И ублажал И умолял Помолиться О нем Взоры Всех С удивлением Обратились На неизвестного Кто ты? Спросил Его судья Я Христианин Отвечал Бонифатий Я спрашиваю Как тебя зовут? Повторил судья Но и на этот И на все Дальнейшие Вопросы Его Бонифатий Отвечал Только одно Я Христианин Только это И услышишь От меня Если же Слышать Этого Не хочешь То делай Со мной Что тебе Угодно Тогда Не успев Никакими Угрозами Склонить Исповедника К отречению От Христа Судья Велел Предать Его Истязаниям Обнажив И повесив Произвольного Мученика Стремглав Ему Вбили Острое Железо В ногти Рук И ног Потом Стали Вливать В рот Растопленное Олово Он же Радовался И Благодарил Бога Что Удостоился Страдать Ради Него Вместе Со Святыми Мучениками После Продолжительной Пытки Среди Которой Бонифатий Остался Невредимым На ночь Был он Отведен В темницу На другой День Снова Он был Подвергнут Разным Истязаниям Но Молясь И прославляя Бога С чудной Твердостью Переносил Их И чудную Помощью Свыше Сохранялся Невредимым Наконец Судья Приказал Его Обезглавить И Новый Мученик Предстал Перед Богом Хваля И Славя Его Многие Присутствовавшие При страданиях Святого Бонифатия Обратились К Истинному Богу Между тем Слуги Сопровождавшие Бонифатия Ждали Его В гостинице И Недоумевали Почему Он Так Долго Не Возвращается Когда Даже На другой И На третий День Он Не Приходил То Зная За ним Слабость К Пьянству Они Пошли Его Разыскивать Но Ни От Кого И Ничего Не Могли Узнать Но Наконец На Расспросы Их О Пропавшем Наружность Которого Они При этом Описывали Узнали Они Что Именно Неизвестный Человек Наружность Которого Подходила К этому Описанию Пострадал На днях Как Исповедник Христа И Усечен Мечом Не Может Быть Возразили Слуги Аглаиды Тот Которого Мы Ищем Был Пьяница И Распутный Человек Разве Такой Пойдет Страдать За Христа Однако же Когда Им Указали Тела Казненных Мучеников Которые Еще Валялись На Месте Казни То Они С Великим Удивлением Признали В одном Из них Панифатия С Благоговением Приступили Они К тому Над Кем Совершилось Такое Чудо Неисповедимой Благости Божией И Выкупив За золото Останки Его Обвили Их Покровами Помазали Ароматами И Повезли Обратно Своей Госпоже Когда Они Приближались К Риму То Аглаида Предупреждена Была О том В сновидении Прими Бывшего Твоего Слугу А Теперь Нашего Брата И Служителя Возвестил Явившийся Ей Ангел Он Будет Хранителем Души Твоей И Молитвенником О Тебе Пораженная Таким Видением Аглаида Проснувшись Призвала Служителей Алтаря И В сопровождении Их Вышла Навстречу Возвращавшимся С останками Бонифатия Слова Которого Сказанные Ей При Прощании Так Чудно Исполнились Приняв С честью Мощи Мученика Аглаида В селе Своем В пятидесяти Стадиях От Рима Построила Церковь Во имя Его Куда Перенесла И его Мощи И Сама Стала Жить При них Проводя Остальные Годы Своей Жизни В полном Покаянии И благочестии Употребляя Все свое Состояние В пользу Бедных Таким Образом Очистилась Она И Искупила Перед Богом Свою Прежнюю Греховную Жизнь Мученический Подвиг Святого Бонифатия Совершился В Двести Девяностом Году А Кончина Достигшей Праведности И При жизни Своей Еще Достигшей Дара Чудотворений Аглаиды Последовала Через Пятнадцать Лет После Того Она Погребена Была При гробе Святого Бонифатия Молитвами Святых Мученика Бонифатия И Праведной Аглаиды Господи Иисусе Христе Божий Наш Помилуй Нас Аминь 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 Аминь